Друзья, приветствую вас всех в солнечной Флориде. Сегодня будет необычный выпуск. Речь пойдет о том, какие новые автомобили вы можете купить здесь в автосалоне в США, если вы, допустим, собираетесь сюда переехать или уже переехали и рассматриваете к покупке исключительно новый автомобиль. В дальнейшем я планирую сделать выпуски о бушных автомобилях до 15-20 тысяч долларов. Но сегодня речь именно о новых автомобилях. Я составил список из 7 автомобилей, которые вы здесь можете прийти и купить. Особо проблем с ними нет, то есть они не находятся в дефиците. Большинство дилеров спокойно их продают по рекомендованной цене, без каких-либо завышений обычно. Потому что, ну, это, в принципе, обычные стандартные машины, то есть для того, чтобы ездить из пункта А в пункт Б, без каких-либо там наворотов, естественно. Но хочется отметить, что 25 тысяч кому-то может показаться достаточно большой суммой, но следует учесть, что здесь в США по состоянию на 2022 год средняя цена нового автомобиля, который продается в США, составила 46 или 48 тысяч долларов. То есть, понятное дело, что средняя арифметическая, это как средняя температура по палате, но в то же время это дает примерно понять уровень цены, куда они стремятся. Поэтому с каждым годом, соответственно, становится все дороже и дороже купить новый автомобиль. Но, как мне кажется, на фоне вот текущего рынка цена до 25 тысяч, что вы можете купить за нее, выглядит, точнее, претенденты, да, что вы можете купить за них, они не так уж и плохи, как может показаться. Я упустил несколько автомобилей, которые были совсем дешевые, совсем неинтересные. И начну, у меня список в порядке моего личного, вот субъективного отношения к этим автомобилям. Некоторые из них у меня были на обзорах на тест-драйвах, некоторые из них были во владении. И номер один из этого списка топ-7, это Volkswagen Jetta. Лично, по моему субъективному мнению, такая машина была у нас во владении. Помните мое видео Mercedes E-класса 350-й в спорте? Такая была комплектация. После него, это была бэушная машина, после него мы взяли новую Volkswagen Jetta 2021 года. Соответственно, даже 2020 года она тогда была, но модельный 2021 год был. Соответственно, Volkswagen Jetta. Я даже выбрал версию, не самую базовую на механике, а я выбрал версию, которая стоит в итоге 24,5 тысячи долларов. Это версия Sport, она новая, появилась в 2023 году, но не суть важна. Что вы получаете за эти деньги? Вы можете машину оснастить полностью всеми активными помощниками по безопасности. То есть, у нее будет экстренное автоматическое торможение, датчики с мертвых зон. Когда вы сдаете назад, машина вас также будет оповещать о том, есть ли кто-то сзади. Такая машина 24400, это 1,5 литровый турбо на 8-ступенчатом автомате. Машина достаточно динамичная, едет порядка 8 секунд до 100 км в час. Я помню, у нас была, правда, машина 1,4, но в 2022 году Jetta обновилась, получила новый 1,5 литровый турбомотор. Он стал чуть более сложным, но в то же время, мне кажется лично, что это один из самых лучших вариантов, что вы можете купить до 25 тысяч, потому что у вас, вы не рискуете купить там вариатор, да. Я много знаю людей, которые просто не переносят этот тип трансмиссии, несмотря на все то, что он может быть хорошим, надежным у некоторых моделей. В любом случае, это стереотип, возможно, сейчас, возможно, они уже нормальные. Но, как мне кажется, все-таки Jetta достаточно бодрый двигатель, очень экономичная машина. Спокойно, там, 5,5-6 литров по трассе, эта машина даже меньше ест по городу, там, в районе 7 литров. Это отличный вариант. У нее неплохая мультимедиа, у нее будет уже в базе идти цифровая приборная панель. То есть, ну, это седан, то есть, неплохой багажник и динамичный мотор. Самое основное, и коробка, нормальный 8-ступенчатый, айсин там стоит. Хоть он немножко такой дерганый, но, по крайней мере, нормальный автомат. Соответственно, это номер один. Номер два у меня в списке, это Mazda 3 седан. Mazda 3 седан, мне кажется, достаточно интересное также предложение. Оно, наверное, делит первое место с Volkswagen. И причиной тому является дизайн. Mazda имеет очень-очень-очень интересный и симпатичный дизайн. Все Mazda последние, они, в принципе, очень неплохо выглядят. Троечка, она перекликается с шестеркой. То есть, к дизайну претензий нет. Кузов седан, достаточно объемный багажник. Места в салоне, к сожалению, не так много, как хотелось бы. В Jetta будет, мне кажется, чуть-чуть даже больше места, чем в Mazda. Это будет у Mazda 2,5-литровый атмосферный Skyactiv на 192 лошади. Это будет полный пакет систем безопасности. Конечно же, это не будет кожа, это будет тканевый салон. Но в любом случае, машина выглядит неплохо, едет неплохо. Современные системы безопасности, неплохая мультимедиа у нее. Да и в салоне очень много внимания уделено деталям. И, как я уже говорил, или не говорил, повторюсь, это 2,5-литрового атмосфера в паре с шестиступенчатым автоматом. Он хоть и старый, но, по крайней мере, это нормальный классический автомат. Проверенная, как бы, уже связка двигатель-коробка. И такая машина будет стоить 23 615 долларов в самой базовой комплектации. Но в которой есть достаточно много всего уже с завода. Поэтому это номер 2. Номер 3 в моем списке топ-7. Это Toyota Corolla 2023 года. Причем я выбрал версию гибридную. Это самый базовый гибрид, который у вас может быть. И я эту машину оснастил еще дополнительно полным приводом. И такая машина будет стоить 25 300. То есть, с 23 года у вас Corolla может быть полноприводной. Это гибридная версия в данном случае. Соответственно, я считаю, это отлично. Особенно для тех районов, у которых есть полноценная зима. То есть, у вас, во-первых, отличный будет расход. Во-вторых, полный привод. То есть, это уверенно есть в любых погодных условиях. Но это очень ликвидная машина. По системе безопасности у Toyota здесь тоже все отлично. То есть, в самой базе у вас всегда есть и подруливание, и адаптивный круиз, как бы, и мертвые зоны. Все это есть, как бы. Да, она маленькая, да, она немножко меньше по салону будет, чем та же Jetta, например, и Mazda. Но, как бы, тоже неплохое такое вложение. Вы знаете, что вы всегда сможете ее продать. Плюс это гибрид. Вы всегда сможете продать за неплохую сумму. Теряют они очень мало. Номер 4 в списке Honda Civic. Конечно, Honda Civic могла бы быть и на третьем месте. Единственное, что я ее поместил туда из-за того, что у нее идет вариатор. Вы можете, конечно, взять Civic, самый базовый. Хотя нет, самый базовый будет только у хэтчбека на механике. Или, соответственно, седан он будет на коробке вариатор. Там также полный набор систем безопасности. Выглядит, кстати, очень, кстати, неплохо. То есть, что Jetta, что Mazda 3, что Civic выглядит достаточно интересно. Мне нравится последнее поколение Honda Civic. Реально удачная машина, как по мне. В отличие от последнего Accord, у которого я читал ваши комментарии под видео. Последний Accord, конечно, друзья. Да, я понимаю, мнения сильно достаточно разделились. Причем не в пользу Honda Accord. Но вот Civic, мне кажется, очень-очень неплохо как бы получился. И это достаточно ликвидная также машина. Полный набор систем безопасности. Двигатель там будет, правда, двухлитровый. Это не 1,5 турбо. Но в любом случае, неплохая машина, неплохая комплектация. То есть, и стоит такая машина будет 26,145. Здесь надо сделать небольшое отступление. Сказать, что Civic минимально стоит 25,000 плюс цена доставки к дилеру. Почему я сюда добавил список машин до 25,000? Потому что вы, в принципе, можете даже где-то сэкономить. Там будут какие-то скидки. Потому что обычно в конце месяца у дилера идет подбивка итогов. И им надо выполнять план по продажам. Поэтому вы можете спокойно получить дополнительную тысячу. И таким образом вы попадаете вот в эту категорию до 25,000 долларов. Дальше. Civic это 4,5. Nissan Sentra. Sentra у меня не было, кстати, на канале. Планирую ее снять. До этого, кстати, Mazda 3, Volkswagen, Corolla и Civic. Все эти машины были у меня на обзорах. Некоторые были на тест-драйвах. А вот Nissan Sentra не было. Я взял комплектацию Sentra SR. Это спортивная, предтоповая комплектация. Она вышла у меня 23,950 долларов. У этой машины будет также все системы безопасности. Эта машина будет, правда, идти на вариаторе. Внешка у нее достаточно неплохая. Она похожа, она, знаете, как мини Altima реально идет. Есть даже версии, которые комплектованы камерой 360, подогревом, там, руляет. Достаточно интересными опциями, там, с люком, все. Эта машина чуть проще, но внешка у нее достаточно неплохая, спортивная. Там есть темные акценты по кузову, как зеркала и тому подобное. Диски неплохие, то есть 23,950, небольшой седанчик уровня Volkswagen Jetta. Почему бы и нет? Любителям Nissan, я думаю, подойдет. Шестое место Kia Forte. Kia Forte я все собираюсь сделать обзор этой машины. Точнее, даже я уже сделал ее, а именно версии GT. Но пока что у меня что-то никак не получалось ее выкладывать, потому что достаточно много других интересных автомобилей. Новинки постоянно выходят. Я просто не успеваю, соответственно, с вами делюсь я самыми свежими последними видео. Некоторые видео у меня выйдут чуть попозже. Kia Forte это тоже двухлитровый двигатель на вариаторе, к сожалению. Но вот версия GT, кстати, она идет на 7-диапазонном роботе с двумя сцеплениями 10. Но там машина будет дороже, она там в районе 30 тысяч. А Forte, вот этот, который я укомплектовал, это тоже будет спортивная версия GT Line 23 тысячи. Но с вариатором тоже полный пакет систем безопасности. Достаточно просторный салон. Любителям корейцев, я думаю, зайдет. Неплохая машина относительно. То есть особо каких-то проблем с двигателем я не нашел в интернете. Но опять-таки она новая, друзья. Не забывайте, все автомобили в списке новые. У вас будет гарантия. Можете докупить расширенную гарантию. Неплохой автомобиль, но по динамике, конечно, просадка. По динамике, ну ладно, подведем итоги чуть позже. И последний автомобиль, это Subaru Impreza. Друзья, это не WRX, это самый обычный седан или хэтчбэк. Здесь на американском рынке есть два варианта Impreza. В данном случае я выбрал седан. Вторую комплектацию, не самую базу. Вторая, это Premium 24400. Соответственно, Impreza, это, естественно, только атмосферный двухлитровый двигатель там стоит. Если я не ошибаюсь, в паре с вариатором. Но это полный привод. Конечно, тряпочный салон. Все системы безопасности в этой комплектации у вас также идут. Экстренное торможение, удержание. Все это здесь будет. По-моему, кроме удержания. Но будет, кстати, адаптивный круиз. И такая машина будет стоить 24400. Но это полный привод. Уверенный в любых погодных условиях. Вот этот список у меня топ-7. По динамикам хочется отметить. Самое, конечно, динамичное из всех этих автомобилей. Это будет Mazda и Volkswagen Jetta. У них, в принципе, у Mazda даже больше лошадей. 190 лошадей. У Jetta всего лишь 150. Но за счет более расторопной 8-ступенчатой коробки Jetta будет примерно на уровне. Они все едут примерно 8 секунд. Где-то так. То есть, вот, Mazda и Jetta это номер один, конечно. Ну, а дальше вы уже сами решаете. Опять-таки, хочу сделать еще раз поправку. Эти автомобили все новые. Дилеры не испытывают дефицит или нехватки этих автомобилей. Вы всегда их можете купить без проблем. Мне писали ребята в комментариях. Сделай обзор, как покупать машину. Как дают кредит. На что смотрят. Это будет в одном из следующих моих видео. Соответственно, я также планирую вам рассказать примерно, как выглядит процесс покупки автомобиля в кредит, там, или в тот же лизинг. Со своего опыта также. И, в принципе, да, возьмем для примера ту же Jetta, которую мы купили в 2020 году. Соответственно, друзья, надеюсь, вам будет полезно это видео. Вы для себя, возможно, сделаете какой-то вывод в том плане, какую машину вы купили. Все больше и больше людей, я смотрю, сюда приезжают. Соответственно, лично своим опытом я могу поделиться и сказать, что Jetta вы не разочаруетесь. Это достаточно хороший автомобиль. Он консервативный. Он не такой красивый. Не такой супер нафаршированный. Без вот этих всех каких-то непонятных финтиплюшек. То есть, он лишен всего этого. Он очень строгий, но при этом очень функциональный дизайн автомобиля. И достаточно интересная связка двигатель-трансмиссия. Также и Mazda 6. Правда, там трансмиссия немножко устаревшая. Вот такие как бы цены, друзья. По ходу вы должны были видеть вставки этих автомобилей. В конфигураторе, там, где видно, собственно, автомобиль и его цену. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Дальше больше. У меня будет еще несколько подобных роликов. Там и по бушным машинам, и по другим ценовым сегментам. Там также будет кроссовер, SUV, какие-то спортивные машины. Я буду делиться своими впечатлениями, опытом езды на них. И, соответственно, буду составлять такие рейтинги, списки. Всем хорошего дня и до следующего видео.